Добрый вечер, Шимон! Он сумел приспособиться, хоть и остаться журналистом, но сменить направление, писать о культуре, об Израиле, который он очень любил. Ну, само занятие быть кинокритиком, это было другое занятие совсем. И в основном было там. Вон похожие деревья, вон смотри, там очень похожие. Я тогда приезжал к вам туда, в ДНХ, я не помню, как ты стоял. Значит, хорошо. Я вообще 50-е, 60-е годы вспоминаю с большой теплотой и ностальгией. Вот Москва была какой-то уютной, и она была вот нашей. Его, так сказать, путь в руналистику был абсолютно естественным и опирался на то, что он умел и любил делать. А вот папа с Анной Маньянью. Это с сыном Федора Шаляпина, с Борисом Шаляпиным. А это Марчелло Марстрояне. Счастливые люди, которые могут жить там, где они родились, никуда они приезжают, ни к чему не приспосабливаться, ни от чего не отказываться. Мы познакомились в Москве, где он был журналистом, занимался кино. И потом мы стали просто дружить, потому что он был ужасно симпатичный, он был очень смешной. Это ты? Это мама моя. Вот я. Наверное, я где-то себя до сих пор чувствую маленькой. Я вот сейчас пытаюсь сделать фильм о больших людях, больших людях моего детства. В какое-то время Сеня нам пустил какую-то песню из этих, которые он записывал когда-то, когда встречался с Высоцким. Не то чертог из рая, не то из Израиля. И ты знаешь всю историю, как Моше или Моисей по-русски его называют, как он дал евреям Тару, закон, и с этого времени начался еврейский народ. И в Израиле можно дышать только в Иерусалиме. Я думаю, что у Оли была прекрасная идея постараться собрать воспоминания о ее отце, а это воспоминания о нашей жизни. Светлая память, Сеня. Мы стоим на его любимой крыше, мы стоим на его бывшей квартире, мы идем есть его любимый кебаб. Он сейчас это тебе подсказал. Отведи их туда, в кебабную, и скажи, что вы от меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!